Прошла выставка собак породы Тазе. Заводчики из разных уголков страны привезли 100 казахских борзых. Специальная комиссия по Международной кинологической федерации прибыла в Казахстан для изучения породы. Их заключение ляжет в основу решения вопроса о мировом признании и закреплении бренда Казах Тазе за нашей страной. На выставке побывала Эльвира Ликерова. Собаки породы Тазе отличаются своей выносливостью, быстротой и скоростью. Эти качества они ярко проявляют именно на охоте. А в обычные дни, по словам заводчиков Тазе, очень дружелюбные, чистоплотные и аккуратные. Оралбек Макатов из Ахтубе привез на выставку двух Тазе по кличке Коймаз и Янтарь. Дома остались еще пять собак. Разведением и популяризацией породы казахских борзых мужчина занимается больше шести лет. Его питомцы не раз занимали призовые места в различных соревнованиях и демонстрациях. Ежемесячно на каждую собаку уходит минимум 15 тысяч тенге. Это уход, витамины, уколы, еда, питание. Также прогулки в месяц, в неделю два раза надо выгуливать, потому что они не должны на одном месте стоять. Они будут непригодны к охоте. Самым юным участником международной выставки является этот ченок по кличке Шагалай. Всего три месяца она приехала из города Семей области Абай. Это ее первый выход на широкую публику, но уже с первых минут. Она привлекает внимание гостей своей грацией, уверенностью и игривостью. Шагала заняла первое место в демонстрации роста и веса своей возрастной категории. Ее хозяин – 11-летний Адежан Женес. Вместе с отцом они привезли на выставку еще 15 собак. Я с пяти лет помогаю папе ухаживать за собаками. Кормлю их, воду даю, на прогулку вывожу. Также мы с ними выходим на охоту. Мои тазы очень ловкие и быстрые. Мы часто ловим зайцев и других диких животных. Всего на выставке представили около ста тазы. Специальная комиссия из Международной кинологической федерации тщательно изучала каждую собаку. Ведь от их заключения решится судьба казахских борзых. Мы приехали, чтобы изучить породу тазы. Посмотреть их функциональность, здоровье и внешний вид. Тазы являются представителем борзых. Значит, собака должна хорошо охотиться. Соответственно, быстро бегать, быть выносливой, мускулистой и иметь хорошее зрение. На выставке огромное внимание мы уделяем именно функциональности собаки. Они должны убедиться, что поголовье есть. Во-вторых, они смотрят отношения и культуру собаководства в стране. Дальше они проверяют соответствие собаки стандартом. То есть, если в стандарте написано, что рост собаки должен быть определенный, то они проверяют соответствие этого параметра стандарта. Следующее, если в стандарте написано, что в породе бывают, допустим, рыжие, белые, черные, они проверяют, чтобы соответствовало этим стандартам. Мы постарались со всех регионов Казахстана по-разному привезти сюда на выставку все типы, все виды, все окрасы и все возраста породы. По итогам выставки комиссия составит свое заключение, на основании которого Генеральный комитет Международной кинологической федерации будет решать вопрос о признании казахских тазы национальной породой и брендом Казахстана. Итоговое заседание пройдет в сентябре в Амстердаме.